Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить тую в зиму. В этот раз я решил, да не в этот раз, уже давно надо было бы поднять грядку с туя колоновидной двухлетки, вот она была, так вот, сейчас посмотрим, вот я чуть-чуть решил поднять, для чего я это делаю, я попозже расскажу, так вот видите, вот она свисает, тут нечем накрыть будет, если накрыть будет придавливаться, то есть желательно чем-нибудь ее накрыть на зиму, во-первых солнце уже, мы сняли сетку и солнце светит хорошо и морозно уже, она уже даже цвет начала менять, но это ничего страшного, итак, что мы сегодня будем делать, мы будем делать грядку, чуть поднимать ее, чтобы ее можно было накрыть, вот я уже тут две доски положил, то есть поднял ее на сантиметров, я не знаю сколько, 15, 15 и укрывной материал пойдет здесь, укрывной материал будет сетка, сетка вот такая вот, то есть когда это все сделаю, я вам обязательно покажу, то есть поднимаем вот эти вот лаги, которые лежат тут, здесь оставляем просвет, чтобы проветривалось, итак уважаемые друзья, вот поднял я грядку, так расстояние между лагами примерно 70 сантиметров, может чуть больше 80-90, вот здесь у нас идет доска десятка и там примерно сантиметра два, чтобы она продувалась, как можно видеть, вот она здесь зеленая, да, все прекрасно, если сейчас зайдем со стороны солнца, не так заметно, но уже заметно, что она меняет цвет и становится такая более коричневая, когда будет холодно и мороз, она покрасневеет вся, многие спрашивают, как сохранить тую в зиму, а сохранить тую в зиму очень просто, вы рассадили, сделали примерно вот такое вот сооружение, потом накрыли сеткой и поливаете ее до морозов, сетку естественно снимаете, поливаете, обратно ставите, я пока еще сеткой не накрывал, ну пока что не имею смысла, потому что она еще будет поливаться, у нас она растет очень плотно друг дружке, поэтому ей нужно еще проветривание, а вы если рассаживаете, например, через каждые 10 сантиметров, то вам уже можно, в принципе, сеткой притянить и довольно нормально она будет стоять, а потом на зиму, ну с боков я не буду в зиму, хоть маленькое проветривание, пусть будет, мы ее сняли на осень, сейчас на весну она появится в нашем интернет-магазине и можно будет сделать заказы, на третий год она хорошо разрастается, до осени, а потом вы из грядки вытащили и рассадили уже почти на постоянное место жительства, как вам удобно, можете оставить грядки на два года, вот такая грядка, самое, для меня, самое лучшее, что может можно придумать для сохранения туи в зиму, поэтому уважаемые друзья, делайте примерно так, я думаю все у вас будет хорошо, главное обеспечить полив до морозов и притянение, с весны опять же, как только сойдет снег, как земля тает, сразу же поливать, мы начинаем поливать в конце февраля, я сажал его и в такой холод, потом, потом на мороз, когда мороз уже будет мороз хороший стоять, ну уже приблизительно минусовая температура и днем и ночью, можете накрыть ее пленкой, прям на сетку, пленку, но не забудьте ее снять, когда уже весной будет это все жарко и довольна она, чтобы она не задохнулась, я предлагаю вот так хранить тую на зиму, если вы рассадили ее, поливаете, довольно удобный способ, берете и сажаете и растите так, в конце концов, потом можно доски убрать, когда она приживется через год и летом тоже, когда она приживется уже где-то в июне месяце, вы увидите, что она пошла, можете убрать и начать хороший полив, сетку я имею ввиду убрать и начать хороший полив, для чего мы рассаживаем так близко и для того, для чего я вам советую рассаживать не на небольшие участки земли, во-первых вам удобно поливать, полоть и следить просто за ней, рвать сорняки, все в одном месте, на один квадратный метр входит около 100 штук, если у вас 200 штук, вы два квадратных метра сделать вот такую грязку, я думаю проблема никому не составит, в прошлом году она была маленькая, была однолетка, поэтому я эту доску не ставил, а сейчас я поставил, потому что ну если бы я сетку на лаге, на старых местах, которые стояли бы, цеплял бы, то она бы придавливала бы сетка тую и вот этот бог бы весь, он у меня полег бы, это однозначно, ель колючая двухлетка, она в зиму уходит прям вот как есть, она так и уйдет, ничего страшного с ней не будет, хеницы хорошие, добротные, даже снег ее завалит, ничего страшного не будет, а вот с туей, если тую снег придавит, потом она будет кривая и некрасивая, и колоновидная она она вряд ли у вас вырастет, то что она колоновидная, это можно видеть однозначно, видите даже двухлетний сеянец и 90 процентов, как я и говорил при сборе семян, это будет колоновидная, к примеру вот это вот, я не скажу, что это колонка, а может быть и будет колонкой, надо ей дорастить, вот эти все колонки это однозначно, то есть все это со временем будет хорошо и красиво, но сетка я не знаю буду ли я накрывать пока что, то есть накрывать буду однозначно, но пока что будет полив тут еще, поэтому скорее всего я подожду, посмотрим. Всего доброго уважаемые друзья, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok